доброго времени суток с вами texer farming simulator 22 мое новое поле но ведь олени пришли заразу ишь пшеницу доедаю ну чтож надо эти два поля объединить а для этого нужен плуг я уже посмотрел плуг самый дешевый и тот который по силам моего трактора это один лжи плуг стоит 14000 14000 как догадаться у меня нет поэтому будет в аренду давайте сразу арендую а нет не тот случайно так арендовать и вообще красота люблю люблю такие аренды погнали поле не дави давайте за топливом заедем это че это я такое переехал а ну биглит странная фиговина так процессорный заправок можно заправляться а во р заправить вся заправка один большой триггер но трактор починен трактор заправка вообще разруха покупку нового поля блин погрузчика и всего такого все размотал еще пятерик взял теперь у меня там по-моему 225 или 230 кредита ай-яй-яй ну давайте тут сохранение при выходе в меню но давайте пока рано умеешь пока маловато всего надо больше нужно больше золота оцениваться ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй , это все вроде ровно стоит что повернуло погнали изучал сегодня into be вопрос с булаганами на полях булаган на полях Ну, так сказать, вкратце из увиденного. Это одна большая фиксия. То есть они работают очень странно. Поэтому с ними, ну, можно заморачиваться, но лучше не надо. Не стоят они того. Есть один очень невыгодный нюанс. Булаганы не повреждают технику, написанную там. Они повреждают краску на технике. А это, блин, пипец, как дорого чинить. Это я. Поэтому проще включить камень нахрен и не иметь этого дела вообще. Спавнятся они на поле не рандомно. Там есть определенный рисунок. И этот паттерн повторяется на всех полях одинаково. С патчем там добавили отображение этих камней. И вот этот рисунок, как камни лежат, он на всех одинаковых полях смотрится одинаково. То есть расположены по одной картинке. Хрик, конечно. Не задел. Но урожайность не влияет. Денег с них не выручиваешь. Появляются обык. Ну, то есть невозможно прям... Ёлки, сколько их. Невозможно, как бы, прогнозировать, как они появятся. Вот этим вот я вспахал. Такие появятся, этим такие. В описании игры есть, что там, если плугом пахать, то такие-то камни появятся. Ну, мелкие, как бы, средние и крупные. Хотя, вроде как, Харатрау пишут их два. Мелкие и крупные. Ну, черт его знает. В общем, муть полная с их появлением. Вот. Но вот единственный их вред, это они сбивают краску. С техники, причем в разных пропорциях, с разных техниками по-разному сбивают. Сеялось по морю, условно говоря, с лугов поменьше, как-то так. В общем, с камнями... Хрень. Как камни сбивают краску с трактора, я вообще не знаю. Да, технику они не поврежают вообще. То есть, дамага техники не идет от камней вообще. Только побитие краски. Это новые параметры, которые мы ввели именно вот в этом фарминге. Повреждение краски. И починка краски... Стоит дороже, чем починка самого трактора. Вот если ушатать в хлам трактор, это будет в несколько раз дешевле, чем ушатать в хлам краску на нем. Очередная кастыля от разрабов, короче, геймплея. Они хотели что-то этим сказать, но они не знают, что они хотели. Я вот не знаю, не крашеный трактор он вообще как поля обрабатывает или как. Вот сломаный не обрабатывает, а не крашеный. То есть, если покрашенность трактора похрену, это влияет на цену. Влияет, ну, существенно довольно влияет. Если не крашеный трактор может пахать поля, да и ну и пофигу. А вот если он не может пахать поля, тогда камни просто беда. Что-то с ними надо предпринимать. Ну, блин, покупать сборщик камней я вообще не хочу. Он дорогой. Камни на полях много. На новых полях вообще очень много. То есть у меня скоро все без краски останется. Немножко что-то запутался. А, и надо его перевернуть. Так, как тебя перевернуть? Так. Ну, я даже, если чуть не ровно, не страшно. Ну, будет учить ступенечки. Может, даже не будет. Так, сколько там, три полоски провет? Угу, прекрасно. Так, пока. Оттуда по этому, по джипесу, спешу. Так, погоню. А-а-а. Блин, камней наковырял этим плугом просто офигеть. Так, что деваться? Ну, наковырял, да. Так. Вот так, наверное, начну отсюда. Тут единственное... Ширина и смещение. У него странная ширина. Автоопределение сработало. 2,4. Какие в пень? 2,4. Там полтора, по-моему, да? 1,2. А вдвое оно ошиблось. 1,2,1,2. Смещение. Не уверен. То есть, он, возможно, со смещением. Но я в этом совершенно не уверен. По-моему, он по центру прям трактора у меня стоит. Неинтересно. Он еще по курсу... А, ну зелененький по курсу, да. По курсу. Дошел. Я уже курс-плеем это зову. Это, конечно, не курс-плей. А, все гораздо хуже обстоит. А, что, я могу в ту сторону проезжать. Я уже по центру. Я, что, назад рванул, думал так же проехать, что с смещением не играть. А у меня же по центру наскрыло. Все нормально. Такое занятие поля объединять. Некоторые ювелирности стоят. Я думаю, после объединения полей можно... На спашку, джамшут определить, на сдачу. А, ну сколько у меня? Ну, правда, тут не 700 будет, а побольше будет. То поле я тоже сюда, наверное, приеду. Хотя нет, когда у меня третье поле будет... Ну, я вообще-то желтоотоводческое хотел расплодить. Но я думаю, пока рано об этом думать. То есть, третье поле, когда я присоединю, оно будет именно третьим полем у меня. Ох ты, сколько камней. А что местные фермы под камнем не убирают? Ладно, я. Вот это уже крупные булуганы, да? Ладно, я не убираю. А, ничего. Давай-ка, еще чуть-чуть. О. Эх. Крупный булуган. Большой трак. Пару раз проехал, поля объединены. Но нет. Это фантастика. Я специально, что с смещением, получается, езжу. Да, он вроде как 1,2. Я задал по каталогу. Да, но мне кажется, что у него все-таки небольшое смещение есть. А я сделал по центру, поэтому у меня они немножко плотнее ложатся. Но это лучше, между ними прорех точно не будет. У тебя трактор, что, попоцан? Или грязный? Ну, кёрхер дорогой, денег на него нету. Так, давай подъеду и плохо включу. Нефиг шутить, создавал ты полей. А то я сейчас тут проплешин-то насоздаю. Да. Ну, еще пару раз проехал, и будет нормально. Так что, следующий урожай, возможно, при темпоне. Закончится. А, нет, следующий урожай. Я же все продал за крома, да? У меня следующий урожай пойдет за крома. Хотя, возможно, там будет январь. Не помню, когда мне это пользуются. А, январь уже был. Не будет январь. Ну, тот урожай, значит, пойдет за крома. И этот урожай, скорее всего, тоже. И, конечно, там будет большая распродажа с двух полей. Это уже прям приличного размера получается поля. Относительно приличного. С этим можно уже и средний, скажем так, на упадах. Ай, куда ты? Ну, уже, уже. Ну, все равно, сельхозтехнику покупать какую-то еще. А, допустим, переходить на какую-то другую культуру. Мне кажется, преждевременно не такие прям хорошие доходы. У меня уже пью, что там заоценил, как выгодно курятник. Нет, пока не оценил. Мне надо отдельно посидеть, поковыряться с курятником. Посмотреть, насколько он выгоден. Мне пока он, кажется, ни хрена не выгоден. Он, по крайней мере, на покупанную корме. Он, мне кажется, ни хрена не выгоден. Потому что я пченицу покупную, напомню, я покупаю по полторы тысячи за... Полторы тысячи за тысячу, да, правильно. При том, что продаю по 400 с чем-то, да, Покупаю для курицы ее по 400, по полторы тысячи. Что-то мне это ни хрена выгодной сделкой не кажется. Это вот первое. А во-вторых, яйца там по пятерику что-то продаются. Ну, еще-то я пока больших прибылец этого курятника не вижу. Несутся медленно. При том, что курятник у меня забит на максимум. Несутся эти сволочи медленно. Я большой выгоды пока с курятника не вижу. С пчел, кстати, тоже. Но пчел хоть ничего не просят. Поставил, они стоят. Когда они там свою влюблю отобьют? Ну, когда-то отобьют. А курица, блин, сами денег стоят. Курятник денег стоит. Их корм денег стоит. Что-то там прибыль, по-моему, какая-то сливки великая. Ну, надо ставить просто так, аккуратненько, несколько штук. Смотреть. Мотать время и смотреть, сколько они натащили яиц. Сколько я на них потратил, допустим, при покупном корме. Ну, при своем корме-то понятно, ничего. А вот сколько мы покупного? Так, все. Я не буду в аренде оставлять плуг. Тут что-то аренда как-то временами кусается. Магазин. Вернуть. За 700 денег я его могу многократно варить. Не так часто я поля покупаю. Ну, вот. Что теперь на этом поле надо? Чизелем по нему побегать надо. Так, мостик не трогай. Чизель, чизель, чизель. Все-таки вот, ну, с одной стороны на легком старте, не хочется. На харде вот тут такой стартовый нудный момент есть. Пока все вот это вот запустишь, пока раскрутишь. Пока у тебя там будет хотя бы десяток полейших, что-то разное их заводить. Это все достаточно долго. Блин, теплиц бы избавиться. Ну, сменить теплиц на куриц хотя бы. Так, я начну оттуда. А-а-а, и начну, знаете, давайте джампшу там. Хочу вручную, но я все равно буду, что вручную, что джампшу, я буду за кадром. Потому что, ну, это долго. Трехметровым чизелем, блин, это кипец как бы был. Просто день сегодня был муторный, подустал. Пусть за меня джамшук поработает. Мне сегодня на него денег не жалко. Сколько он там, ну тысячи? Я думаю, тысячи полторы у меня обойдется. Вот двушка у меня останется после джамшука. Наверное, это так. Сейчас давайте посмотрим, как он преодолеет стык полей. У них бывают гинки от этого. Немножко они до соведения полей, они бывают... Что-то там в джамшуках какие-то, видимо, кластеры попадают, что это не поле. И они дурака валяют. Блин, надо ко мне сборник. Ну как в аренде, дорого. То есть его... Сколько его стоит? Ладно. А, развернется немаленький. Сколько его стоит арендовать? Каменюшник. Так. 200 лошадей. А это... 120 лошадей. Забавно. 5 метров захапывает. 2 метра. Ну давай. Аренда. 2 600 лошадей. Аренда. 1200. Ну блин, вот за бесполезные эти камни... Ну ладно, краску бьют, да. Ну вот этот трактор покрасить, по-моему, когда заезжал в ремонт, его покрасить из того состояния, которое тогда было, а он был бы не сильно побит. Стоило 30 чем-то тысяч. Блин, он весь стоит немногим дороже. Пол трактора покраски стоит. В игре, к сожалению, нельзя вот так просто посмотреть. Нельзя же. Так, давай проедем тут. Надо убедить, что это все хорошо. Ну тут я еще вдоль ездил. Дальше она проедет. Пропахана. Следующий будет показателем. Я нигде там не оставил полос. Перечных. Так. Тут. Ну может тут. Окей. Есть ли тут покраска? Покраски нет. То есть поломка. А покраски нет. Сетяническое состояние у меня посмотреть не было. Может быть тут... Но весь 37 тысяч стоит. Поломка есть 33%. Покраски опять-таки нет. Но она есть. Если я приеду в мастерскую, мне покажут. И там счет такой, что мама не горит. Нешевленный трактор, мне кажется. Я в тот момент, конечно, фигуру. Чего разрабы не сделали, что ломаются им. Именно инструменты. Причем именно те, которые суют в землю. Ну что, вот камни как-то трактор повреждают? Нет. Комбайн? Ну, комбайн могут. Ну, ржатку повреждают. Не комбайн. Не, ладно. Комбайн тоже могут. Типа ржатку сосал. Допустимо. А трактор причем повреждается? Креново знает. Трактор не должен повреждаться. Прицепы не должны повреждаться. Мне кажется, прицепы не повреждают. Похоже язык. Они вообще где угодно едут. Вообще, в файлах игры находили, что там для разных агрегатов прописаны разные парфюмы повреждения от камней. Принцип логично, конечно. Но все равно сама ситуация странная. То есть, они как бы набравшись просто на исключение, чтобы на мозги не хватать. А ладно, господа. Я поздно пускать замшу. Бегать я пока. По пью чип. Смотрите, замшу тут не проморф. Он вполне способен работать на сложенном фигурации поля. Он едет назад. Сейчас будет разворачиваться. Орел. Странно там останется. Ты будешь вообще отсюда ехать? Да, будет. Ничего. Прекрасно. Я им доволен. То есть, он сообразил, доехал оттуда сюда, хотя бы могут передом развернуться, но он все пошел в зал. Видимо, там алгоритм такой более простой. Что просто. Вернувшись по своему маршруту и продолжить с соседнего участка, который еще не обучиваю. Но в целом неплохо. Я был о нем худшего мнения. Но, по крайней мере, в девятнадцатом штат Джаншут такого не умел. А это мое. Ну, естественно, это повод потом попробовать его, когда будут более сложные поля на более сложных полях. Ну, тут уже не для него, конечно, не будет сложное поле. Даже с этим аппендиксом. Но. Внушает. Может, переживем сквозь плей даже. Чего-то знает. Так. Я смотрю на этот сад камней. Ну, денег, конечно, мало. Но крепим желание все-таки проехать и собрать эти чертовы камни. Вот только количество денег напрягает. Ну, как напрягает? Не то, что прям напрягает. Я могу день мотануть. Черт с ним. Я думаю, за день то поле не вырастет. Я на него не отвлекусь. А у меня появятся деньги арендовать каменюшник. Ну, понятно, что я не могу его пить. Пока не могу. Потом смогу. Выключать камни я пока не хочу. Да, блин, я их вообще не хочу выключать. Антуражник вообще. Да, они там сбивают красных докторов, но антуражник. Так что, пожалуй, я все-таки... Он сейчас закончит. Я мотану день. Тут бывают сорняки. Теплицы приносут денег, и я арендую сборщик камней. Пожалуй, что так. Так, ну вот. Он закончил. Закончил хорошо. 3000 осталось. По-моему, это больше, чем я прогнозировал. Ну, ладно. Прогнозировал. Говорил, сколько он потратит. Что-то как-то, да, действительно подешевелит, чем что-то прям чувствуется. Ну, что ж. Мотаем день. У меня в парниках, ну, где-то по 14 тонн воды. То есть, это еще не на один месяц. Мотаем. 8, нет. 9, 8 темно еще. Сейчас бабли еще добавятся, и сборщик камней возьму в аренду. Не делал с таким каменюшником. Некрасиво. Так. Пятерик, да? Хорошо. Так, сборщики камней. Камный уборщик. Как его взять? Я бы, конечно, вот этот взял. Ну, как бы он с ним меньше ездить. Две шестьсот. Две шестьсот. За час работы... Погодите. За час работы... То есть, помимо дневной оплаты, еще заработал. Какая жаба-то. За метров много. Давайте. Я его еще не видел. Заодно я посмотрю. Что за зверь? Так. Погнали. Немножко меда. А по деньгам-то мне же еще на семена тратиться. На семена, на удобрения. А чувствую, что мне что-то не хватит. Что-нибудь. Да не хватит. Ну, это ладно. Они там, по-моему, в пределах 2000 семечка эти стоят. Сеялку я заправил. Сеялки вроде должно хватиться. А, удобрения можно хватить. Но у меня там хоть мешок валяется. По-моему, с семенами. Да. Ну, что-то сеялки должно хватиться. Сеялки. Удобрения. Так, по-моему, сборщик камней. Ладно, не мой арендованный. Оставлять его тоже не буду. Взял, по-арендил. Я надеюсь, что он много влезает. Возить в дробилку в эту? Еще у меня купятся. Камни копеечные. А что, может повышенный спрос на камни будет? У меня-то сколько раз он был уже. Единственный злак на этих полях, на который бывает повышенный спрос. Ну, блин, я надеюсь, что у меня бункер большой. Ну, а так с трактором размером. Пожалуй, что-то большой. Слушайте, знаете, наверное... А, хотя нет. Поля-то не культивированная. Она только из рыхлом будет. Просто она спасла культиватор. Может, мне можно было чизелем-то не проходить? Оно бы меня закультивировало. Вроде как до посева камни могут собирать. А вот если я по непохранному в поле прогоню, что будет? Она закультивирует? Вроде кто-то писал, что камни-собиралки культивируют заодно в поле. Ну, ладно, что, вспахало-вспахало. Будет дважды культивированным поле. Так, ну я... Стой! Так, резко поворачивает прям. Резкий такой трактор. Так, я, наверное, тут начну. Сорняк не вылез еще. Так, блин, посмотрите на этот каменный пляж. Давай, растопыривайся. Пять с чем-то метров. Я, пожалуй, что опять прибегну к помощи джаншута. Что-то мне вот за такие деньги их услуги понравились. Ну и при том, я постепенно все-таки буду на них переходить. Особенно, когда у меня появится второй трактор. Что-нибудь такое, потому что... В одну, может быть, это все печально делать. Особенно мне, я привык к костплею. Что у меня на полях трудится толп сотрудников. Эээ. Давайте туда вот так. Конечно, мне было приятно для них курс самому писать. А не использовать дефолтного джаншута. Ну ладно. Да, смотрите, она пашет. Она, наверное, типа мульчера. Я думаю, если вот мульчером он тут побегает, это вот уже, наверное, поздно нет. Она так будет выглядеть. Ну, типа культивирует. Надо было ее вместо вспашки использовать. Ну, вместо чизеля. Ну ладно. Ты прав, вал земли. Красиво. 10% уже 10%. Представляете, сколько булганов на этом поле. Ну, я каких-то денег, конечно, с этого поимею. Но я не думаю, что это большие деньги. Интересно, у него четыре колеса. Сосыпается. Четыре колеса, потому что она большой вес таскает, потому что булгики тяжелые. Кантиметровка, конечно, лучше трехметровки. Чем получается? У меня все-таки следующей техникой, наверное, лучше покупать еще один трактор мощнее. Да? Чтобы у меня на поле зафигачивать два трактора следом. Ну, один, допустим, культивирует, а другой уже там сеет, удобряет и так далее. Ну, здесь по технику. Потому что, может, честно сказать, не хочу. То 2% я гоняться не буду. Катки. Ну, то есть, 2%. На поля. Поля покупать. И второй трактор. Поляк, второй трактор. Пятьдесятое поле. Ну, сорок девятое сначала, да? Потом пятьдесятое, а потом пятьдесятое. И после этого можно, наверное, заморочиться. Вот, наверно, поляк, сорок пятое, сорок шестое. Либо оливки, либо виноград. У меня ощущение, что они не очень выгодные, но... Чисто. Чтоб было. Потом выбракивают такое же небольшое поле под оливки. Первое, наверное, виноград. Потом выбракиваем поле под оливки. А вот сорок седьмое, сорок восьмое, сорок девятое там... Ну, либо коровники... Ой, нет, коровники нет. Коровники рано будут. Птичники, наверное. В чем бы... Да, возможно, овчары. Овчар нет шерсти. Единственное, что тут площадки выдачи ресурсов, они довольно дурацкие. Ну, правда, вот у теплиц неплохие, на многом местах. А вот пчел на один палет. У куриц пока не знаю, на сколько палетов. Ну, явно не на один, но не на много. В девятнадцатом были моды. То есть, площадка, где ресурсов с поддоном, отнюка нет. И туда влезало довольно много поддонов. То есть, можно было спокойно мотать времени, боишься, что это забьет. Вот что-нибудь такое, может быть, будет из моды. Смотреть. Так, 61%. Три раза пролезли, да? Что, по 20% с одной полосы? Урожай камней удался. Ладно, сейчас побегаю за кадром. Как заполнится, включу записи, повезу сдавать. Посмотрим, сколько денег будет. Ну, ждем вам сказать. Здравствуйте, багги. Смотрите. Собиралка камней переполнена. Но она продолжает собирать камни. Вот такая вот двигатель. Я чего-то даже не знаю. То есть, с одной стороны, у меня камни не важны. Давайте я попробую съездить загнать. Вот у меня есть 2000 литров булыганов. Где-то вот там эта дробилка. Давайте я ее помечу, потому что я не помню, где она находится. Вот, я не помню, где она находится. Камень, 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 камень. Блин, всякая срань. Камень последний. Вот мусор-дробилка. Она где-то... Вон она. Вот. Поехали, сдадим, посмотрим, сколько-то баблища. Фринс меня бы устроил, если бы этот прицеп чистил поле от камней, не собирая камень. Ну, там копейки. Ну, реально. А, что? Ну да, там 47 за тысячу. Ладно, собрался, надо ехать. Тем более, все недалеко. То есть, я сейчас стольничек заработаю. Обалденно, да. Прям стоит того, камень собирать. Да, я их использую. То есть, баг-то он баг. Но с другой стороны... Ездил вот так с полной собиралкой. Блин. Дергаем туда, блядь. Поворот сейчас показал, что он как-то с пичком уши летит. А его занесло он. Вот. То есть, если просто освобожить поле от камней, ну и нормально. Ну и не буду я никогда от камня собиралку вытряхивать. Тут же еще можно купить свою собственную мунстеродробилку. Я бы не знаю, у нее что-то кроме камня можно засыпать. Потому что если на камнях, это, блин... Она не окружает спрос никогда. Сколько в игре без полезных технологий? Ну, это просто гора. Не, ну, серьезно, если мне 100 денег заплатят, там, не 100, там, 90, чем-то... Я камни просто никогда на продажу возить не буду. Ну, собирать, наверное, буду. Потому что, во-первых, некрасиво, а во-вторых, краску бьют. А вот вывозить туда... Не, 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 не. За 100 денег это как-то даже глупо. Так, я вот так могу подъехать. Оп, есть выроска. Ну, давайте, удивитесь меня. Ох, я тебя скорячил. 95 денег. Я вообще теряюсь. Кто может это вот всерьез? Вот мусродробилка, это, кстати, самый крупный мусродробилк. Ой, мусродробилк. Собиралка камней. Вот это самая крупная. Кто может это вот как прибыль рассчитывать? Камни, он собрал камни и поюз продавать и это прибыль. Да лучше боговин этой пользоваться и просто на халяву чистить поле, и все. Кто пользуется больше. Так, а я вот тут, может, проеду. Может, проеду. У меня же вон там где-то поле. Ага, это озеро. Озеро я могу переплыть. Оно мелкое. Просто, блин, цена не серьезная. Вообще, я заранее согласен, что, может быть, действительно, камень больше-то и не стоит. Ну, хотя 100. Ну, 100 баксов. Ну, правда, пусто небольшой. Нет, я согласен, но, может быть, больше не стоит камень. Ну, как бы, нет стимула этим заниматься. Чего ради я буду возить камню за такое вознаграждение? Мне за 100 денег туда лень даже ехал. Тут серьезно. Ну, можно было какое-то игровое допущение сделать, чтобы камни стоили дороже, чтобы им был смысл заниматься. Просто на 100 денег, да впень. Погнали. Стой. Стой. Вот, да стой, ты собака-то комнатная. Вот это мне еще не нравится место в жамшутах. У них не дифференцируется угол. То есть, я вот сейчас его направил под небольшим углом туда, да, и это даже не 45 градусов. А он взял и поехал. То есть, как-то, по-моему, было, что они работают строго, ну, с юга на север, с запада на восток. Ну, и два направления. То есть, я, по-моему, даже под 45 градусов не особо. А он что-то раз и поехал. Так, покладисто. Смотри, прям нравится. Поле заравнялось, она стала ровная. Такое, спаканное. Прям приятно. Вот так должно поле выглядеть. Я не так вот эта вот фигня с соломой, по которой я еду. Но, возможно, я со временем подберу культиватор, который это умеет превращать вот это вот в такое вот коричневое. Ну, да, я знаю, что если пройти сначала мульчером, то он, а потом культиватором, то он вот такой вот и будет. Я не хочу мульчером ходить. Ну, в общем, сейчас даже если он заполнится, а он заполнится, потому что он за один проход смотреть, он четверть бака насыпан. Я дальше просто с переполненным поезжу и просто почищу поле от ровка. Я надеюсь, они убираются. Ну, правда, если бы они не убирались, они бы отображались. Они не отображаются. Значит, они не убираются. Все хорошо. Я видал застольник ездить через поля туда. Стольник не видел. Так. Ну, что ж. Тогда так оно и будет. Я добегаю. А сеять тогда в следующих сериях. Или за кадром посею. Давайте, пожалуй, сейчас за кадром посею. А в следующей серии просто мотанем к следующему урожаю. Там что, курица принесла. Да, а за кадром посею. Налю теплицы. Может, сейчас в следующее видео сделаю про курицу. Да, наверное, да. Ну, что ж. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok